Добрый день! Еще один день, еще одна возможность для нас быть вместе на передаче «Христианин сегодня», где мы говорим о том, что волнует нас в каждый наш день. И сегодня мы хотели бы поговорить на тему «Духовный наставник в моей жизни и в жизни вашей». Открывая Новый Завет, мы видим, что у Иисуса Христа были ученики, которые впоследствии стали апостолами. У этих апостолов тоже были ученики, которые впоследствии стали называться мужами апостольскими. У них тоже были ученики, которые были потом отцами церкви. И так и шло из поколения в поколение, где одни проходили определенный путь, и потом у них появлялись ученики, которые учились у них духовной жизни. С одной стороны, уверовавшие хотели передать истину следующему поколению, а с другой стороны, подрастали те люди, которые хотели бы иметь в своей жизни духовных наставников, человека более опытного, человека уже прошедшего там, куда я только собираюсь, который мог бы мне подсказать, который мог бы мне помочь, обличить, который мог бы действительно быть опорой для меня в моем христианском пути. Что еще очень важно, быть человеком, которому я мог бы открыть свою душу, свое сердце, который мог бы меня действительно понять, выслушать и принести пользу в моей духовной жизни. Мы перелистуем несколько тысячелетий, и вот уже наши с вами дни. Время безграничной возможности в комьюникейшн. Казалось бы, нам совершенно не доставляет никаких проблем соединиться с кем-то. Люди соединены телефонами, текст, имейл, снапчат, все что угодно. Пожалуйста, люди могут найти друг друга и не только слышать, но и видеть, и общаться. В любой момент мы можем связаться с кем угодно. И в то же самое время наши дни – это дни полного одиночества. И неоднократно можно услышать от людей, что я так одинок. В реальности мне не с кем даже и пообщаться. Найти того, который бы искренне интересовался тобой, искренне интересовался бы твоей жизнью, твоими проблемами, радостями, трудностями, переживаниями – это очень сложно найти такого человека. А еще что очень сложно – это найти того, кому можно было бы открыть свою душу. Это не только трудно, но зачастую и опасно, потому что через это можно самому себе навредить. Действительно, иногда люди пытаются просто замкнуться, скрыться самому в себе, но это приносит урон для нашей души. Так, во всяком случае, быть не должно. Как нам разрешить эту проблему? Как нам идти дальше по нашей христианской жизни? Давайте начнем, во-первых, с того, как должно быть. У каждого христианина должен быть свой духовный наставник. Человек, у которого можно было бы открыть свою душу. Без страха отвержения, без страха презрения, без страха унижения, позора. Открыть свою душу, свое сердце. Человек, который был бы способен не просто нас выслушать, но дать совет, помочь, поддержать, спросить с нас, то есть keep us accountable, помочь разрешить духовные вопросы. Это очень важно. И таким человеком может быть только тот, который стоит выше нас духовно. Опять-таки мы говорим о духовной жизни. У нас могут быть сотни людей, которые помогут нам в наших бытовых вопросах. Куда пойти учиться, купить или продать, что-то приобрести, с чем-то расстаться. Но что касается духовной жизни, вот об этом мы сейчас говорим. Не просто друг, не просто подруга, а действительно духовное лицо, духовный человек. Это может быть пастырь, служитель церкви. Это может быть дьякон. Это может тот, кто своей личной жизнью показал, что он является духовным человеком. И это крайне важно. Тот, кто сам в себе поборол страсти, поборол пороки и теперь может помочь тому, который рядом с ним. В основном это люди постарше. Это не молодые люди. Не молодые люди. Это те люди, которые уже выняли бревно со своего глаза, как говорил Христос. И теперь они могут помочь тому, у которого сучок в глазе. Которые действительно прошли уже определенный путь. Кто будет вместе с нами молиться, искренне переживая за нашу с вами душу. Как найти такого человека? Кто бы из нас не хотел бы иметь для себя в своей жизни такого духовного наставника? Как найти его? Не зря такие люди всегда были в почете и в большом спросе. Потому что действительно найти такого человека очень нелегко. Уровень на этого человека настолько высок, что действительно найти его очень трудно. Есть зато хорошее обетование, которое записано для нас в Библии. Что с искренним ты поступаешь искренне. И когда мы с вами в своей душе искренне желаем духовного роста и духовной жизни и молимся об этом Богу, Господь вышлет нам навстречу такого человека. Но только тогда, когда мы это делаем искренне. У нас самих должно быть искреннее желание к этому. Ведь интересно, когда читаешь историю церкви и высказывания тех, которые имели духовных отцов в своей жизни. Вот у них говорят, ну почему такая проблема? Вот дальше становится все это меньше и меньше. Они говорят, что у многих людей просто нет интереса к духовной жизни. Не то, чтобы они себя навязывали быть духовными отцами или духовными наставниками кому-то. Они говорят, что людей это просто не интересует. Вот что купить, продать, касательно земной жизни, там столько интереса бурлит. А что касается духовной жизни, самого главного, самого определяющего, вот там интерес пропадает. Поэтому, если мы хотим иметь такого человека, у нас самих в первую очередь должно быть искреннее желание это иметь. Искренняя молитва о том, чтобы Бог выслал в нашу жизнь такого человека. Это очень важно. Наравне с этим есть практические советы и предупреждения. Во-первых, мы не должны обмануться красноречием и благочестивым видом. Да, есть люди, которые по природе красноречивые. Есть люди, которые по природе выглядят очень благочестиво. Но это абсолютно не говорит о том, что они благочестивые люди. Это не говорит о том, что они духовные люди и что они могут нам помочь. Красноречие не решает этой проблемой. Поэтому, когда мы смотрим в то, что советовали святые отцы и отцы церкви, они говорят, что присмотритесь к этому человеку. Вот если вы действительно хотите довериться кому-то, в первую очередь присмотритесь к этому человеку. Есть ли у него самого явные пороки и страсти, которые явно выражаются, которые узаконены, и человек просто живет так и не собирается с ними бороться. Если это есть, этот человек не поможет вам, даже если он красноречивый и выглядит очень благочестиво. Настоящий духовный человек никогда не будет властным, таким dominant или требовательным. Никогда не будет гнетущим и любознательным. Никогда не будет расспрашивать за малейшие детали каких-то ваших проступков или грехов. Он послушает то, что вы ему скажете. И не будет слишком любознательным, не начнет смаковать ваши грехи. Или вот как-то постоянно прокручивать их в разуме и в ваших каких-то беседах друг с другом. Не будет давить на немые откровения, что вот мне сказано было делать тебе вот так или иначе. То есть человек не будет представлять себя таким особым духовным лицом. Не будет ставить свое мнение в ваши истины. То есть поставит и скажет, что мне, вот как мне это представляется, что надо вот так или вот так. Но давай вместе помолимся, давай вместе понуждаемся, чтобы Господь открыл нам больше, как нужно или можно поступить вот в этой обстановке. Действительно мы хотим мудрого человека. И духовное лицо должно быть действительно мудрым человеком. И что говорит нам Иаков, апостол, откровением Духа Святого об этой мудрости? Но мудрость, сходящая свыше. Во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицимерна. Вот это те качества, которые мы должны найти в людях, которым мы вверяем свою душу. Духовный человек будет советовать, а не давить своим авторитетом. Духовный человек будет внимателен к нам, а не еще раз, еще раз обращать внимание на свою персону. Не будет лицемерным. И в то же самое время не будет потворства. То есть мы не ищем просто доброго дяденьку, который хлопал нас только по плечу и говорил, ничего не переживай, все пройдет. Нет. Но с любым словом и наставлением мы будем чувствовать любовь и преданность и желание нам помочь. Этими людьми могут иногда быть родители, может быть муж, то есть могут быть очень близкие люди, но не всегда, в зависимости от того, в какой обстановке мы растем, живем и вообще наше окружение. Принимая во внимание эти советы, с молитвой обратимся к Богу, который действительно может помочь нам. А ведь это так важно, так важно иметь духовного наставника в нашей жизни, особенно для молодых людей, людям, которым можно было бы довериться, открыть свою душу, свое сердце. Это крайне важно. Пускай Бог благословит вас. Что вы думаете по этому поводу? Пожалуйста, можете оставить в своих комментариях. Всего вам доброго.